А у депутатов сейчас последняя пленарная неделя. Впрочем, некоторые народные избранники в эти дни вполне могут распрощаться с неприкосновенностью. Когда рассматривать представление генпрокурора на шестерых нардепов и решали сегодня на согласительном совете? Подробнее Анна Каменева. На последнюю пленарную неделю перед каникулами у нардепов планов громадьё. Одна из задач рассмотреть представление ГПУ о снятии неприкосновенности с коллег парламентариев. Среди них радикал Андрей Лозовой, фронтовики Евгений Дейдей и Максим Поляков, депутаты от воли народа Олесь Довгий и от БПП Борислав Розенблат. На очереди ещё ходатайство на нардепа оппозиционного блока Михаила Добкина. По процедуре уже завтра парламент должен голосовать в сессионном зале. Но в коалиции предложили рассмотреть всё одним махом в четверг. Времени это займёт немало. Рассматривать будут по полной процедуре. Как станут голосовать, депутаты говорят, пока не знают. В БПП пообещали обсудить это сегодня же на заседании фракции. И утверждают, видеодоказательства против коллеги Розенблата видели не все. Я много общался с нашими коллегами. Очень много из них смотрели эти материалы. И они засудяют эту позицию. Особенно я это видео не смотрел пока что. Обещаю, что поделюсь. А вот в Народном фронте, в котором сразу два претендента на снятие неприкосновенности, посоветовали правоохранителям лучше работать. На волне массовых представлений ГПУ Народепы неожиданно вспомнили о своём предвыборном обещании. И вовсе отменить неприкосновенность. Утверждают, готовы сделать это хоть завтра. Есть даже соответствующий документ от 2015 года, утверждённый в первом чтении. Но спикер заверяет, и хотел бы внести его в повестку дня. Но опять что-то мешает. На этот раз коллизия. Есть pewная юридическая коллизия. В ходе судовой реформы мы частью этого законопроекта уже вырешили. Мы уже сняли науторканность судей. Сейчас мы ведем остаточные юридические консультации. Может, может, будет необходимость внесения нового законопроекта. Никак не дойдут руки Народепов и до проблем переселенцев. Документов с десяток. Оппозиционеры настаивают, нужно разработать один. Но снова проволочки. Теперь уже Кабминовские. Мы надеемся, чтобы уряд створил рабочую группу, как это было обещано, и сделал комплексный закон, который бы регулировал и материальную, и социальную, и политическую допомогу миллион семьсот тысяч людей, которые сегодня начинают свои жития с нуля. Наша позиция должна быть один закон, комплексный, отработанный с боку уряда, который рассчитывает все аспекты этой допомоги. Пока же на оставшиеся четыре рабочих дня у депутатов планы наполеоновские. Из судебной реформы хотят завершить, из образовательной. А вот старт собираются дать пенсионный. Справятся ли? Сами нардепы сомневаются. Это уже становится такой традицией для парламента, когда в последний тиждень сессийной рабочей сессии фактически ставятся те законопроекты, которые влада пытается продавать любым шляхом. Так всегда происходит с государственным бюджетом, когда мы принимаем под ялинку. Так сейчас принимаются важливые в всех сферах жизни каждого гражданина Украины такие реформы, как пенсионная реформа, медическая реформа, судовая реформа. Успеют ли все неясно, но сессию решили не закрывать, чтобы в любой момент парламентарии могли собраться. Правда, этот вопрос они еще должны проголосовать в сессионном зале. Анна Каменева, Вадим Сверидонов, Максим Чеблин. Подробности телеканал Интер.